Доброго времени суток, уважаемые подписчики канала Rock'n'Craft и гости! Сегодня в рубрике «Музыкальные новинки» мы быстренько просмотрим пятёрку альбомов, которые мы не рассмотрели отдельно, но в принципе они стоят упоминания, все они выходили в этом году. И начнём мы с Алана Парсонса. 26 апреля он выпустил свою новую пластинку The Secret. Выдающийся звукорежиссёр давненько уже не баловал нас новым материалом, в принципе никаких ожиданий не было, но я его пластинки обычно не пропускаю. Хотя в своём сольном творчестве без Alan Parsons Project он делает весьма попсовые вещи, довольно такие, ну максимум софт-роковые. Мне часто это скучновато, но почему нет, там попадаются хорошие мелодии. Так вот, новый альбом. Это именно Alan Parsons, без всякого Project, разумеется, потому что Эрик Вульсон покинул этот мир, а именно он был второй частью Alan Parsons Project. Однако, альбом The Secret, это именно Alan Parsons Project по звучанию. Совершенно. Это был записан по той же схеме, с большим количеством гостей. Это та же мелодика Alan Parsons Project. Он словно перенёсся во времена I, Robot, Eve, Pyramid. Разумеется, он смог тот же звук создать, он же выдающийся звукорежиссёр, который, собственно, звукорежиссировал. The Dark Side of the Moon, Eber Road, режиссировал, как вы знаете. К тому же за вот эти годы он смог подкопить хороших мелодий, опять же, софт-роковых, конечно же. Самую капельку прогрессивных, ну совсем чуть-чуть, уже это чистый софт-рок. В общем, он справился, это хорошая, хорошая, достойная пластинка. Она бы не затерялась в конце 70-х, в начале 80-х, в его дискографии. Твёрдые 7 из 10 она получает. Вашему папе точно понравится. Хорошая музыка, очень приятная. Нет, там не все шедевры, но несколько достойнейших вещей есть. Альбом слушается легко, непринуждённо, расслабляет. Приятная, хорошая музыка. Утяжеляемся. 21 июня The Rock'n'Tiers выпустили новый альбом Help Us Stranger. Так же, как Аллен Парсонс, много лет ничего не выпускали. Но тут другая причина, это всё-таки супергруппа. Я всё-таки буду в данном мини-обзоре делать акцент на Джеки Уайте, потому что я считаю, на самом деле, что без Джека Уайта Rock'n'Tiers не имел бы смысла. Он там и основной автор, и вокалист, и гитарист, вообще человек-оркестр. До Help Us Stranger, Джек, последнее, что он выпускал, это пузовый альбом с Dead Weather и такой довольно чуть ли... такой электронный, электронный сольник, экспериментальный. Чё хотелось? Вот мне что хотелось, чтобы Джека тряхнул вот свои как... Ну, не то, что стариной, потому что, в принципе, он довольно современный музыкант. А то вот показал себя настоящего. Тряхнул Джеком. Он тряхнул Джеком. Ох, как тряхнул. Help Us Stranger, это настоящий Джек Уайт. Вот прям звучит как Джек Уайт. Рифовый, крутой, мощный, драйвовый, блюзовый, гаражный. Всё, что он умеет. Здесь всё есть. Безумный соло. Он в отличной форме. Просто вот прямо чувствуется, что он делает это с вдохновением. Причём альбом сбалансированный. Хотя до альбома выходило пять синглов. То есть, понимаете, можно было понять, что это будет за альбом. Вы либо его ждали, либо вы уже разочаровались. Ну, как бы, по факту, когда вы слушаете пять синглов, вы, скорее всего, понимаете полностью, что это будет за альбом. А нет, здесь оставшиеся вещи ничем не уступают синглам. Там есть и лучшие вещи. В общем, альбом полностью сбалансированный. Материал великолепный. Я считаю, этим альбомом Джек вернулся в первый эшелон современных гитаристов. Моя оценка это семь с половиной точно. Семь с половиной из десяти. Легко. Продолжаем. Через недельку после Джека Уайта, 28 июня, свой новый альбом выпустили Black Keys, которых я считаю клонами Джека Уайта. Ну, по крайней мере, по мне, основную свою популярность они заимели вот именно на гаражном таком блюз-роке в стиле Джека Уайта. То есть, я никогда не был большим поклонником данного дуэта. И по мне, вот, был у них всплеск, была вершина, и они пошли вниз по наклонной. И новый альбом Let's Rock, он совершенно не рок. Что-то вообще не получается у них рокировать. Они утеряли даже вот это вот умение копировать Джека Уайта. Рифы пропали, ясность мелодий пропала. Какой-то радиоформатный брит-поп. Очень слабенький, очень слабенький материал. Открывашка хороша, все, на этом все. Дальше можно не слушать, все однообразно, неинтересно. Очень скучный альбом. Моя 6 из 10. Я не знаю, почему все так восторгаются Black Keys. Честно скажу. Не знаю, я считаю, что они, в принципе, всегда вторичны, но хотя бы у них получались драйвовые, интересные вещи, хорошо сочиненные. С хорошими, мощными рифами. На новом альбоме нету ничего из этого. К сожалению, провал. На мой взгляд, полный провал. Абсолютно неинтересная вещь. 6 из 10 за мастерство, за открывашку. Ну, шестерку-то можно поставить, это же не совсем дрянь-то. Слушать-то можно. Погнали дальше. Свеженькие, новиночки, парочка. Обе вышло 30 августа. Но от этого числа я много чего другого обозрел. Такой плодотворный день был 30 августа. Богатый на выходы разнообразных альбомов известных коллективов. Это Санзу Ваполло, супергруппа Санзу Ваполло, состоящая из участников Dream Theater, Mr. Big, Guns N' Roses и Джеффа Скотта Сота, Стахановца от рок-вокала. Это прог-метал-группа. И они выпустили свой концертник с симфоническим оркестром. Live with the Plovdiv Psychotic Symphony. Первый альбом Санзу Ваполло двухлетней давности я назвал лучшим альбомом года. С тех пор они не выпустили нового материала. У них как был один альбом, так и есть. А концерты они привыкли давать длиннющие. Концерт более двух часов, еще и симфоническим оркестром. Так что играть надо что-то. Разумеется, поэтому они исполняют свой альбом, исполняют каверы на Dream Theater и исполняют каверы на различные рок-классику. Благо, и в Dream Theater очень любят покаверить что-нибудь, ну как там, не знаю, Master of Puppets. Они, например, могут взять целиком, забабахать в виде концерта и выпустить бутлегом. Да и Джефф Скотт Сотто, он... Сколько он всего каверил? Он недавно в Питере был с программой ку-группе Queen. Зачем же это слушать, скажете вы? Да, если бы это были только песни их альбома, то не обязательно. Если вам альбом зашел, то все нормально, его и слушайте. В принципе, на концерте по своим песням они ничего нового не искали, ну разве что там от Divine Addiction она стала совсем звучать как Deep Purple. Все ради профессионализма, ради их невероятного мастерства. Каверы звучат иногда просто потрясающе. Вот чего только стоит Comfortably Numb Pink Floyd. Музыканты, они феерические. И даже немного проседающие к концу концерта и уже 53-летний Сотто, который уже 35 лет надрывается на бесконечном количестве альбомов в разных группах, не особый большой минус данного концертника. Потому что в 80% он тянет великолепно. И в начале концерта и Queen выдает фрези только так. Это даже, я бы сказал, что концерт это уже и не то чтобы прог-метал. На самом деле это такой прог-хард, я бы сказал. Больше такой виртуозный прог-хард. И стоит это послушать просто ради того, чтобы насладиться великолепным мастерством. Как-то стряхнуть пыль с некоторых забытых, заезженных вами вещей, послушать их в новом варианте, с новой точки зрения. Вроде как в старых аранжировках, но в совершенно новом исполнении. И в отличие от Dream Theater, Sanzovo Polo, они не вот, не перебарщивают, не перекручивают. Они, конечно же, усложняют, но они усложняют именно так, чтобы показать свое мастерство. А не просто выдать миллион зубодробительных соло на секунду времени. Моя оценка данному произведению, как данному концертнику, альбому концертному, семь с половиной из десяти. Стоящая вещь. Один раз точно стоит послушать, выделить себе композиции какие-то, которые, возможно, оставите в плейлисте и еще переслушаете. А может быть вы не знакомы с этим коллективом? Так познакомьтесь. Кстати, эта группа очень хорошая вариант перейти к прог-металу, если вы совсем далеки от прог-метала. И именно этот концерт для этого я советую, потому что он гораздо менее сложный, чем альбом. Хотя и альбом-то, в принципе, не то, чтобы суперсложен. Ну и хватит о музыке. Давайте поговорим о насущном. Завершим нашу пятерочку. Так любимый в нашей стране Тарий Турунин. Я уже чувствую, меня вот дизлайкать будут, плеваться в меня за то, что я сейчас скажу. Я вижу, как вздымаются металлические фалосы и жмут дизлайк. Знаете, я и от Найтвиш не фанател, честно скажу. Итарию никогда не считала какой-то оперной дивой. Не тянет она на оперную диву. Я слышал оперных див. Да, нормально, да, у нее оперный вокал, кто спорит? Был. Нету, уже нету. Нету, теряется. Знаете, и в сольном творчестве, как бы, я знаю. Ладно, Найтвиш, это был Симфо Пауэр. Я не люблю Симфо Пауэр, но там были крутые вещи, хорошие композиции, были даже хорошие альбомы. Хорошо, признаю, в Симфо Пауэре с женским, особенно, вокалом, Найтвиш это сила. Окей. Потом Тария ушла из Найтвиш. Найтвиш стал хуже, Тария стала практически ничем. Ее альбомы, они заунывные. Вот именно, что заунывные. Она, в основном, делает упор на такие вот медленные, тягучие баллады. Такое, такое нудотино. Даже если иногда зарубит, то опять же, медленно. Либо если быстро, то вокал все портит, потому что она все меньше поет, она все больше ноет. Вот я не знаю, вот меня просто это убивает. Предыдущий альбом The Shadow Self просто меня растоптал. Я не знаю, мне хотелось плеваться. Это даже, знаете, он даже не усыпляет. Просто такая музыка начинает раздражать. Вот эти вот, вроде неплохие музыканты, вроде кто ей только не пишет. Пытается, она сама что-то пытается, а ничего не получается. Это просто какая-то безумная, одинаково, все совершенно звучит одинаково. Как-то удивительно, одинаково звучит настолько, что такое ощущение, что она взяла однажды медленную песню, потом ее уже чуть утяжелило, потом ее чуть ускорило, а это все одна и та же песня. Вот как она начала на первом своем сольном альбоме, так и пошло. Не знаю, там одна I Walk Alone разве что была, вот ее и взяла. Ладно, дадим должное. Альбом Enduro, он не совсем плох, не совсем. Для Тари, кстати, вообще нормально. Он не состоит из зоновных баллад. Наполовину. Первая половина, ничего. Борется, борется за жизнь музыка. Вторая половина, нет, скатывается. Ну ладно, первую можно послушать половину. Ну там, да можно целиком альбом. Этот в адреский случай практически не раздражает. Целиком можно послушать альбом. Шесть из десяти я ему поставлю. Но я не знаю. Я честно считаю, что тут два варианта. Те, кто так восторгается Тарией до сих пор. Не, не Nightwish, Nightwish не рассматриваю. Именно вот с сольным творчеством Тарией. Либо у них постоянно расчехляется металлический кукан, либо я не знаю, зачем они это слушают. Я не верю, что им реально нравится музыка. Похоже, они просто все безумно фанатеют от самой Тарией. Ну давайте все-таки разделять. Женщина, музыка, женщина, музыка. Блиц-обзор на пятерку того, что не вошло в основные обзоры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, если вам понравится, сниму еще такое же. У меня еще пятерочка в запасе. Всего, что выходило в этом году. Спасибо за просмотр. С вами был Rock'n'Craft. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова